Музыка Кстати, еще по поводу термина россияне, позвольте вас немножко поправить. Вы сказали, что я к нему его Ельцин впервые применял? По поводу термина россияне или по поводу нации? Мы сейчас о чем говорим? О термине или о нации? Нация как у нас называется? Вы к какой нации принадлежите? Русский. Ну все. А вот смотрите, вот вы говорите там, не знаю, русский японского, индийского, китайского и прочего происхождения. А вот если условно говоря, ну чистый русский, ну славянин. Что значит чистый? Я не понимаю, что значит чистый. Если вы взяли в определение нации, все люди, которые входят в нацию и чистые, и происхождение не должно меня интересовать. Не интересует меня ваше происхождение. Вы говорите, что русский индийского происхождения. А если условно говоря, у него нет никаких там посторонних корней, если по мере типично славянское, скажем так, русский русского происхождения, что ли? Просто русский. Речь идет о тех людях, которые имеют не русский, а людях не русской национальности, принадлежащие к русской нации. Что тут непонятного? Очень ясно. Принадлежащие к русской нации. Есть ли лица другой? Россияне используют люди, которые хотят запутать национальный вопрос. Что такое россияне? Это люди, живущие в России. Живущие в России, кого-то так не живет. И что? Что это значит? Это более понятный термин. Это термин ненаучный. Что значит он более понятный? Не перепутывать русский как национальности и русский. Дело в том, что 25 миллионов русских живет за рамками России. А вы хотите говорить только про россиян. И вы хотите скрыть, что в результате уничтожения Советского Союза произошло разделение русского народа и русской нации на части. И 25, вы хотите о перемещении говорить? Вот 25 перемещено за пределы. А вы хотите это перемещение закрепить? Что, дескать, это не русские. Вот это россияне. Они, конечно, русские. Не, не, вот это россияне. А слово русский не надо. Давайте про россиян будем говорить. Потом еще отхватим от России кусок. Нет, они, конечно, русские по национальности. Не по национальности русские, они русские по рождению. Они, между прочим, называются у нас отечественниками. Я сейчас об этом скажу. Так, продолжим. Ну, остановились мы на одном таком простом вопросе. О том, что в современном мире, в мире, который по составу представляет собой двухполюсный мир, с одной стороны, есть крупнейшая империалистическая держава, Соединенные Штаты, и блок НАТО, и сателлиты, и с другой стороны. И нету того, что было при Ленине, что вот несколько групп империалистических хищников дерутся между собой. Нету этих нескольких групп. Есть одна группа империалистических хищников во главе США. И есть другой полюс. Он сложный. Такого раньше не было. Не было такого при Ленине вообще. Вот начиная с Советского Союза и начиная с Советской России, сто лет назад образовался маленький полюс социалистических государств, который сегодня превратился в довольно большой, крупный Китай, и еще Вьетнам, Корея, Лаос, Куба. И вокруг этих государств начинают собираться государства буржуазные. Почему? Насколько это оправдано, насколько это закономерно? Дело в том, что раз оказалась одна группа империалистических хищников, величина государства, допустим, Индия, это крупное государство, и с ним могут так же поступить, как поступает с крупным млекопитающим. Разрезают его на части и убивают. Поэтому все эти крупные государства, обратите внимание, Пакистан, который довольно близко имеет отношение с Соединенными Штатами Америки, тоже вошел в Шанхайскую организацию сотрудничества. Я думаю, что когда американцам нужно кого-то арестовать в Пакистане, никто не запрашивает разрешение у пакистанских властей, а без всякого разрешения пролетает, забирает, как они Пен Ладена ловили, да? То есть хозяевами в том же Пакистане являются Соединенные Штаты Америки. И это Пакистану, естественно, не нравится. Поэтому, желая получить некоторую самостоятельность, они собираются вокруг другого центра силы, такого, который не будет использовать свою силу для их уничтожения. Есть такие сомнения, какие-то есть предпосылки, что Китай будет уничтожать какие-то государства, которые с ним вместе соединяются в общий организм. Нет таких предпосылок. Никто об этом не пишет, не говорит и всерьез не отстаивает. В национальной политике надо исходить из фактов, а факты настолько крупные, которых раньше не было. Ну вот разгром Югославии. Четыре месяца бомбили независимую самостоятельную страну. Крупнейшее государство Европы и Америки. Четыре месяца бомбили, разбомбили это государство, в буквальном смысле, на мелкие куски. И я сейчас могу начать перечислять, сколько стало государства там. Да, и Сербия, и Хорватия, и Черногория, и Македония. И что из этого получилось? Если вообще малые государства, а это было среднее такое государство, не имеет веса в современном мире, в империалистическом мире, капиталистической части, то уж эти вот югославские государства, бывшие югославские государства теперь, они потеряли всякое влияние на ход европейских событий. Наоборот, там кто-то там задумает провести кезопровод, но если ему и не позволит дядя Сэм, он и не будет его проводить. Никакой самостоятельной политики эти государства вези не могут. Ирак – древнее государство. Не было такой страны Америка, Соединённые Штаты, а Ирак был. Ирак имеет историю двухтысячелетнюю. А Америка имеет историю разбоя, грабежей и так далее. Если бы Ирак был социалистической страной, может быть, настроение капиталистических государств, их лидеров было бы такое, что, дескать, ну, это вот воюет капитализм с социализмом. Нет, это капитализм с капитализмом воюет. Какой? То есть крупный хищник съедает мелкого. И он его не теоретически съедает, не просто угрожает, а практически его съедает. Ну, прилетают, убивают президента, законно избранного, демократически, игнорируют все нормы международного права. Вот фашизм бывает внутренний, бывает внешний. Бывает и внутренний, и внешний. У Германии был внутренний, и внешний фашизм. Плюс нацизм, потому что шовинизм был, ярко выдержанный. В Италии не было шовинизма. Не было его в Чили, не было в Испании, в Португалии, в Греции. И в этих государствах был внутренний фашизм. А в Америке сейчас фашизм внутри нет. Внутри они демократически все решают, а потом в нарушение всех норм едут, убивают, сжигают, разрушают. Что разрушают? Демократические государства. Они подавали себя как разносчиков демократии, а на сегодняшний день они являются такой страной, которая уничтожает демократию. Так, фашизм во внешней политике прямо подпадает под то определение, которое, классическое определение фашизма, которое дано именно теми, кто лучше всего и больше всего боролся с фашизмом. И когда мне или другим предлагают другие определения, которые придумали люди, которые никогда с фашизмом не боролись и никаких заслуг в этом не имеют, то мне даже не хочется это читать и смотреть. По той простой причине, что право на определение получают не те, кто придумывает определение, а те, кто решает эту проблему, и определение для которого представляет собой некий самостоятельный, некоторый вспомогательный инструмент, сколько определений я могу придумать? Как вы думаете? Вы со мной уже знакомы. Я в течение часа могу вам 20-30 определений дать любого предмета. Если хотите, проверим. А смысл определения в чем? Когда человек строит систему научную, он берет то, что было в науке сделано, и если что-то недостроено, то тогда он вырабатывает свое определение, которое согласуется со всей этой научной системой. Например, у Гегеля есть ссылка на положение спиноза, что определение есть отрицание. Он его поправил. Как он поправил? Он ввел понятие определенности, как небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. А определение дал самостоятельно, и отдельно. Николай Павлович, я перезвоню, у меня сейчас лекция. Какое определение определения? Я вам его давал, могу повторить. Качество, которое есть в себе в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Да. То есть, чтобы сделать его понятным, надо просто внимательно посмотреть, что определение – это качество. А потом уже которое. Давайте возьмем в этом предмет, а потом какое. Качество. То есть, если речь идет о определении, надо брать какое-то качество. Какое? Которое есть в себе. Что значит в себе? Которое сохраняется. Сохраняется. В чем и сохраняется? В изменениях. Вот если вы сегодня добрый, так меня добрыми глазами смотрите, добрыми, добрыми, потом как накинетесь на меня завтра и послезавтра, тогда это качество не сохраняется. Тогда оно у вас есть, но оно не входит в ваше определение. То есть, для того, чтобы какое-то качество входило в мое определение, вот вы меня уже довольно давно знаете, надо, чтобы оно проявлялось, ну, всякий раз. Тогда оно входит в определение. А если оно, я сегодня одну позицию занимаю, завтра другую, то у меня меняется определение. Определение тоже может меняться. Правда? Вот я на него уже все время нападаю. А почему? Жалко мне, потому что великий китайский народ, если ему не помогут товарищи из России. А как мы можем помочь? Вот человек, он должен принести знания туда, в Китай. А он хочет читать плохие книжки русские и нести это знания туда, в Китай. У вас что, в Китае мало плохих книжек? Хотите, я вам подарю книжку на китайском языке, которая переведена моя в Китае? Математика в политэкономии. Так что книжки разные бывают. Наука, она не имеет национальности. Вот. То есть, качество, который есть в себе, простого нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Если вы говорите в нем, значит, вы указываете вовне. Если вы говорите в внешнем, значит, внутренне, значит, есть внешне. То есть, это такое качество, которое не только доброта, она у него есть, вот доброта, но ни в чем не проявляется. Да, это не определение. То есть, оно должно проявляться не только сохраняться, но еще и проявляться. Но раз оно появляется вовне, то через вне можно в это определение зайти, через свойства зайти и изменить определение. Бывает, что человек переродился. То есть определение у Гегеля сложное, но он его построил для того, чтобы поставить кирпич в свою научную систему, а не просто выдумал. Выдумать нет проблем. Вот вы говорите, есть другие определения. Ну вот подойдите на любую стройку, там столько много кирпичей, а на месте лежит только один кирпич в доме. Уже лежит. И это здание уже построено. Вот здание борьбы с фашизмом было выстроено не вами, не мною, а было выстроено, между прочим, Советским Союзом и Коминтерном. Вот кто строил это здание. А кто выстроил здание борьбы с фашизмом? И вот мы будем сейчас брать определение, высказывание или мнение тех людей, которые в этом деле никак не участвовали, а сейчас хотят получить деньги на этой модной теме. Вот и всё. Гоните их в шею, этих паразитов. Как вы ещё можете разговаривать? Паразиты есть везде, в том числе и в науке. Ну вы знаете авторов учебников, вот вы говорите учебник, какого-нибудь великого учёного, знаете, который написал учебник? Гегель. Гегель не написал учебник. Нет учебника у Гегеля. Лекции, это истории вилософии лекции. Это не учебник. Ну не учебник, это лекции записаны его. Запишите мои лекции и издайте. В чём проблема? Потом скажите, что я написал учебник. Вы издадите, там будет написано Попов. Лекции по философии для историков. Издание, вашу фамилию. И всё. И это будет учебник? Нет. У меня есть лекции по философии и истории, висят на сайте Фонда Рабочей Академии. Для историков я читал только пятого курса, а не первого. Но это не учебник. Учебник это другое. Одни пишут учебники, а другие делают науку. Ну так сложилось. Ну это факт просто жизни. Если вы не знаете, я вас просто информирую. Вы потом это узнаете, когда ближе познакомитесь. Единственный человек написал учебник, и научный труд это Даль, потому что у него совпадает русский язык и книга. Его. Предмет его науки. Потому что он специалист по русскому языку. Ну написал Эйнштейн учебник? Нет. Ну а вот тот, кто создал у нас систему элементов. Менделеев у нас. Музей есть. Менделеева. Написал Менделеев по химии учебник? Слабый химик. Видимо. Это разные. Пока одни пишут учебники, другие двигают вперед науку. Те люди, которые пишут учебники, возможно, вообще не могут двигать науку. А учебники переписывать могут. Что-то цитируют и компилируют. Это надо собрать. К учебникам какие требования? Дескать, вы меньше знаете студенты, чем мы ученые. Поэтому каждый ученый может написать учебник. Каждый. А открытие могут сделать только некоторые ученые. И в отдельных областях. Это разные вещи. Двигать науку и писать учебники. Потом эти учебники все выкидываются на помойку. Через некоторое время. Лет через пять, через семь, через десять. Так. Ну вот, мы уже добрались в рассмотрении вопроса о нациях. Добрались до современных проблем национальных. И сегодня такая сложилась очень позитивная ситуация. Связанная как раз с быстрым развитием Китая. Меняется соотношение экономических сил. В чью пользу? В пользу тех государств, которые соединились с Китаем в своей деятельности. Меняется. Почему? Потому что темпы роста выше у Китая. Никаких не надо делать операций политических, военных. Просто увеличивается доля в мировом ВВП. И тем самым влияние Китая в мире будет возрастать. А значит влияние тех сил, которые не занимаются грабежом других стран и народов, увеличивается. А соответственно и этот полюс будет притягивать те нации, которые хотят защититься от произвола. Маленькие нации самостоятельно от произвола защититься не могут. Это надо усвоить. И вся история развития человечества это подсказывает. Россия очень многих приняла, потому что в нее просились. Та же Грузия, которая тут вот выходила, она же попросилась в Россию. Иначе ее бы съели. Кто бы ее съел? Турция. Просились в Грузию. И Грузия, между прочим, решала Россию очень сильно и очень здорово. Та же царская Россия решала национальный вопрос. Как? Во-первых, в присоединившихся государствах к России, вошедших, в них не было крепостного права. А крепостное право распространялось только на коренную часть России. Раз. Во-вторых, вот все, наверное, знают, что в советское время был такой порядок, что первый секретарь в Союзной Республике, в Коммунистической партии, всегда местный руководитель. А второй секретарь русский. Но когда я вот посмотрел, как в истории было, при царе уже было так. Воеводу назначали русского, А князя какого-нибудь местного назначали руководителем соответствующего государственного образования. То есть в этом смысле политика, которая проводилась даже в феодальное время в России, она была совершенно полной противоположностью тому, что проделывали американцы у себя. Они уничтожали индейцев, а у нас учили их грамоте и втягивали в общую орбиту, в общую работу, экономическую деятельность. Вот сейчас такая миссия так получилась исторически. Так получилось, что Советский Союз свою эстафету передал Китайской Народной Республике. А Китайская Народная Республика должна усвоить вот то, что позволяет обеспечивать, сохранять эту ситуацию. Ну и прежде всего гарантировать, как гарантировать мир-то в современном мире? Как его гарантировать? Превосходством силовым. Вы как собираетесь уговорить, что ли, не нападать, не забирать, не отнимать? Уговорить невозможно империалистов. Это смысл империализма в чем? В том, чтобы делить мир. Борьба за раздел и передел мира. Поэтому вы не можете их уговорить. Остановить силы можно. Но силы это не значит воевать. Наоборот, сильными не воюют, сильным уступают. Вот почему я у вас все время выигрываю, скажите? Потому что я у вас буду экзамены принимать, а не вы у меня. Так, может, я бы вас не убедил. Я, может, и сейчас вас не убедил. Но вам надо делать вид, что я вас убедил. Но это же факт. У нас не одинаковое положение. Но вам никто не запрещает в интернете или в печати выступить с критикой моих позиций. У нас свобода пить. А я не знаю. Я, конечно, не буду. Не знаю, у нас не запрещается это, правильно же? Да. Пожалуйста. Но я не буду. Вам, потому что они поверят. Скажет, это его Попов заслал. Это он специально его критикует. И набалится на вас. Так. Ну вот, я думаю, что теперь несколько слов все-таки о принципе права нации на самоопределение. Это положительное право или отрицательное? Это принцип положительный или отрицательный? Ничего там положительного. К чему призывает право нации на самоопределение вплоть до отделения? К чему? К чему ведет? К разобщению. А? Нет. Оно не призывает к разобщению. Оно отрицательное. Оно запрещает принуждения при решении национальных вопросов. То есть я не могу вступать в союз или заключать в союз силой. Не могу вас привлекать к себе силой. Я должен признавать ваше право от меня отделиться. Только тогда мы можем заключить тесный союз. Правильно? Вот Ленин это растолковал. Не все это поняли. Владимир Владимирович тоже не понял. Говорит, вот Ленин бомбу заложил под Советский Союз, оно и рвануло. В Советский Союз было правильной основой заложено право нации на самоопределение. Никто не стремился выходить, потому что у него право такое есть. Он знал и понимал, что у него право такое есть. А воспользоваться этим правом ему не было никакой ни нужды, ни необходимости, ни главного интереса. Потому что сила Советского Союза определялась тем, что это крупное государство, сложенное из многих их национальных образований, из многих союзных республик. А каждая союзная республика имела право на выход из Советского Союза. Тем более, что, как показали события недавнего времени, ну кто воспользовался первым делом этим правом? Россия. В 1990 году. В 1990 году Россия, наследие народных депутатов, буржуазная Россия, на съезде народных депутатов. Вот представляете, есть гимн, так сказать, Советского Союза. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Великая Русь собирает съезд народных депутатов и говорит на территории России верховенство российских законов. Это что значит? Все законы Советского Союза на территории России не действуют. Это по кому удар? Это удар по всем республикам Советского Союза. А дальше братья уже пошли. В июле 1990 года украина принимает такое же решение, что на территории Украины не действует, ну, она, видишь, не действует, верховенство законов Украины. Так, а еще у нас братья есть? Есть. Белоруссия. На территории Белоруссии верховенство законов Белоруссии. И что остается от Советского Союза? Свинья. Дыра такая здесь. Этот союз, Россия, которая сплотила навеки Великую Русь, вот эта Великая Русь выходит фактически из Советского Союза. Мало того, потом Горбачев, который действовал не так вот грубо, как Ельцин, это же Ельцин сделал, а Горбачев еще с Яковлевым. Это как бы, знаете, как топором отрубает, а потом еще можно загладить. Давайте еще референдум проведем в 1991 году. А какой референдум там был? Какой там вопрос был? Выступаете ли вы за сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленного союза суверенных государств? Был союз свободных, то есть, которые свободно соединились в одно государство, а теперь суверенные. Все понимают, что такое суверенное государство? Независимое. Вот у нас СНГ. Хотите посмотреть? Дойдите до Таврического дворца, там Азамблея страны СНГ. Какое у него значение? Никакого. Никакого. И вот люди, но это говорит, конечно, о темноте людей, которые должны были бы в этом разбираться. Я бы на этом так вот не останавливался. Может, вы тоже так сделаете когда-нибудь? У вас тоже есть всякие государства там, разные национальные. Не хотите так делать? Но все-таки мы были старшим братом вашим. Не, не хотите? Конечно, нет. Ну вот. Это очень плохо. То есть, и что? И вот сегодня это мало того, что это сделали. То есть, что сделали? Еще и закрепили это всенародным голосованием. Люди, которые голосовали, хоть бы читали, вот такая есть плохая черта, в том числе у русских такая плохая черта, доверчивость. Они и только не читают, за что голосуют на референду. Они даже не читают, когда в банке кредит берут. А потом почку у них приходится отдавать им. Читать надо. И что там написано? Написано же, как союз суверенный государственный. Был союз свободный, хотел союз суверенный. Все. То есть, уже Советского Союза не было в 90-м году. А теперь уже его, так сказать, то есть, можно сказать, что этот референдум как бы заставляет и все остальные республики, которые не проделали такой же операции, как Россия, Украина и Белоруссия, сделать то же самое. И он дает формальное право. Вот говорят, вот такие-сякие Ельцин, Шушкевич и Кравчук взяли и подписали. Ну, так это же всенародный референдум решил. Народ решил, а как вы они теперь не подпишите? Подписывайте. Как бы они тут уже ни при чем. Правильно? За что вы хотите их наказывать? Они выполняют волю народа. Но они сначала формировали эту волю народа, а потом ее... Значит, что мы видим? Что вот разбить русский народ было невозможно, а обмануть возможно. То есть, люди политически бывают настолько незрелыми, что их можно обманывать в массовом масштабе. Причем, миллионами, десятками и сотнями миллионов народ можно обманывать. 300 миллионов было в Советском Союзе. И считайте, что 70 с лишним процентов обманули. Потому что эти люди не понимали, что они голосуют за уничтожение Советского Союза. Начинают сегодня догадывать. Ну, они-то хотели, имели... Так вы в виду-то имели одно, а вы посмотрите, за что вы проголосовали. Вот я ударю вас по голове палкой, я имел в виду, хочу вас погладить и поблагодарить за хорошее выступление. Ну, вы как-то так... Вот рассуждения такие детские. И эти рассуждения я слышал от лидеров партии, которые называли себя коммунистическими, в том числе белорусской компартией. То есть, они до сих пор, уже сколько лет прошло, с 91-го года, и все еще они в этом не разобрались. А вы скажете, а вы хотите, чтобы мы на экзамене уже вам отвечали? Мы все уже разобрались. Вон, сколько людей не разобралось, а вы нам хотите поставить плохие оценки. Уже не знаешь, как себя и вести. На этом фоне то, что вы мне говорите, это вообще мелочь. Тут целый союз уничтожили. А вы какие-то там возражения мелкие делаете. Это мелочь. Значит, требование права на самоопределение, это требование отрицательное. Оно отрицает удержание силы в союзе. И все. А призыв какой должен быть? А призыв самому тесному соединению национальности в общий союз. Правильно? А какая, так сказать, перспектива, вот Ленин какую перспективу просматривал? Всемирное советское государство управляемое пролетариатом всех стран. Вот перспектива. вот товарищ из Китая, вам нравится такая перспектива? Всемирное советское государство управляемое пролетариатом всех стран. Хорошо же, да? Очень хорошо. У вас красное знамя? Что? Красное же знамя у вас. Ну вот и вперед. Но это очень трудно. Вы же трудно сегодня боитесь? Нет. Ну все. Я думал, вы скажете, а мы только трудные задачи решаем. Мы за мелкие задачи, за легкие даже не беремся. У нас специальность такая, мы только трудные решаем. А что, легко создать социализм, что ли? Нет. Нет? Ну, трудно, конечно. Но, между прочим, а легко выйти из потом вот такой ситуации, в которой находится Россия, тоже тяжело. Ну, и даже вообще не развивается экономика, вообще на нуле стоит. Это разве дело? То есть, а почему? Да потому что назад пошли. Ну, капитализм, когда он идет вперед, это, понятно, он какую-то прогрессивную роль выполняет. Ну, как он может выполнять прогрессивную роль, когда крупные предприятия у них сажаются, какая-то мелочь, планы убираются, крупные производства убираются, и открываются ларьки, когда натуральные продукты заменяются всяким барахлом и так далее. Ну, понятно, это реакционное движение. Так, я думаю, мы на этом вопрос национальный закончим и перейдем к вопросу о культуре. Сейчас мы проверим. Сейчас мы будем проверять, кто у нас знает хоть, что это такое. У нас настолько ли народ культурный, что он знает, что такое культура. Вот мы предполагаем, что здесь сидят культурные люди. Остается только выяснить, что это такое. кто скажет? Результат разумной деятельности человека. Культура. Нет. У вас что разумное? Вот когда вы говорили, что разумное, или когда вы говорили нет? Последнее. Что же такое культура? Какие есть предложения? Соображения. Кто не слышал этого слова, поднимите руку. Нету никакого леса рук. Но я знаю, что по гигею это вторая тыла. Но это неправильно. Нет, это правильно, но это суждение. Это не всякое суждение. Роза есть растение. Это правильно? Это определение розы? Нет. Нет. То, что культура, это вторая природа. Хорошо. А что такое культура? Ответ. Как мы историки? Откуда мы можем знать, что такое культура? Проходя по всей истории человечества, мы не нашли, не выяснили, что такое культура. Накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Ну. Нашли? Да. Ну, хорошо. Накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Значит, вот это определение, оно, во-первых, двояркое, оно разделяет культуру на материальную и духовную, но берет не сами предметы культуры, есть предметы культуры, а культуру называет возможность и способность извлекать уроки из предыдущей деятельности. Самое, можно сказать, историческое определение культуры. То есть вот во время фашистской оккупации Советского Союза были построены газовые камеры, в которых сжигали красноармейцев и мирных жителей, и партизан. Они входят в культуру? Да. Это просто плохой опыт. В некоторой степени. Это плохой опыт. Отрицательный опыт же тоже опыт. Почему вы решили, что это опыт? То есть вы вместе с немцами собирались проделывать такой опыт, что ли? Или сейчас, или тоскуете, что вам не удосталось поучаствовать? Но если я, например, из окна выпаду ногу сломаю, это же будет только... Я думаю, после таких высказываний это будет хороший поступок. Но это не культура, по-моему, арктистам. Вы должны правильно применять понятие «опыт». Какой опыт человечество извлекло из того, что фашисты строили газовые камеры? Какой опыт? Вот. В высказывании, что не надо строить газовые камеры, газовые камеры есть? Есть. Они в этом высказывании присутствуют именно как опыт, что их не надо строить? А вы хотели это вывернуть наизнанку и сказать, что надо строить. Ну, рассказано, что они входят в культуру. В культуру входит опыт, что не надо строить газовые камеры. И не надо делать апожуры из человеческой кожи. И не надо у трупов выдергивать зубы, чтобы из них новые делать золото, таким образом добывать. Мойте песок. И перчатки не надо делать из человеческой кожи. Вот опыт состоит в том, что не надо этого делать. Что тот, кто это делает, тот враг человечества. Вот. Тот, кто это не усвоил, что это враги человечества делают, тот не культурный. А тот, кто говорит, что сами камеры входят в культуру, тот враг человечества. Единственное, что вас оправдывает, что вы студент. Дескать, а я только учусь, я еще не различаю, что плюс, что минус. В отрицательном высказывании это содержится. Ну, так вы хотели это, то есть вы правильно хотели это удержать, но надо знать удержать. Вот, например, проблема такая была. Сейчас я вам приведу проблему из другой оперы, но это просто говорит о научной культуре. Вот социализм. Классовый в обществе или бесклассовый? Бесклассовый. Бесклассовый. Кто сказал классовый? Фамилия? Бесклассовый. Куда делись? Все замолчали. Классовый? Вы сказали классовый. Социализм. Скажите, что такое? Определение. Коммунизм. А коммунизм – это бесклассовый. Вот вам объясняют. Совершенно правильно. Социализм – это коммунизм. Если одно слово, да? А если более полный – это коммунизм, который вышел из старого строя и во всех отношениях несет отпечатки того строя, из которого он вышел. То есть отпечатки – это коммунизм или отрицание коммунизма? Отрицание. Значит, классы, которые есть при социализме, это его выражение или его отрицание? Отрицание. Раз это его отрицание, значит, он классовый в обществе или бесклассовый? Бесклассовый. Это бесклассовый в обществе, в котором классы полностью еще не уничтожены. Я сказал о классах. Я сказал о классах при социализме, но я не так сказал, как вы. Я сказал так, чтобы эти классы брались в процессе своего уничтожения. Они должны так браться по смыслу социализма. А краткая формула социализма у Ленина в Великом обощрении какая? Социализм есть? Классы в обществе или уничтожение классов? Вы перевернули противоположным образом вот эту ленинскую мысль. Вы вернули ее наизнанку и сделали ее неверной. В социализме есть уничтожение классов. О классах вы можете говорить при социализме? Только как уничтожаемых. Причем уничтожение классов антагонистических произошло полностью. Антагонистические уничтожены. Осталось еще уничтожить различия между городом и деревней, людьми физического, людьми умственного труда. То есть не полностью преодолено деление общества на классы. Вот если оно определено, но не полностью, оно определено или нет? Ну есть же понятие «не полностью». Хорошо, вот вы будете сдавать экзамен. Я скажу, как вам лучше считать, что вы не сдали экзамен или сдали, но не полностью? Выбирайте. Ну если не сдали два, а не полностью четыре. Ну я правильно понимаю, нет? Ну вы сдавайте экзамены, сдание тоже не полностью знаете. А вы скажете, а кто полностью знает? Таких вообще людей нет. Вы же тоже чего-нибудь не знаете. Я тоже чего-нибудь не знаю. Меня по-другому спроси по какому-то вопросу. Я не знаю. Это нормальное дело. Ну так одно дело не полностью еще, а другое дело объявить социализм классовым обществом. Вы его присоединили к капитализму и оторвали от коммунизма. Это преступление перед человечеством. А вот тут вот товарищи заготовили уже газовые камеры. Причем они у них как учреждение культуры выступают. Так уже учреждение культуры в этом. У нас в Сибири прозвучало, где сгорели люди. Это учреждение культуры, культурный центр развлекательный. А? А мелкобуржуазия? Мелкобуржуазия присоциально изменится. Нету такого класса. Мелкобуржуазия – это класс, который есть в переходный период. А потом его отдельные люди есть, хозяйчики отдельные, а класса нет. Классы – это большие группы людей. В начале определения классов большие. Большие, как понять, большие они или маленькие? Сравнимые с размерами общества. А если там единицы какие-то? Прямо в Конституции было записано 1936 года, допускается частный труд. Ну вы чистите ботинки, ну и чистите на здоровье. Морковку выращиваете? Выращиваете. Когда начали уничтожать подсобное хозяйство? При Хрущеве. При Сталине всегда оно существовало. Никому в голову не приходило. Если вы хотите его уничтожить, ну сделайте дешевле и лучше. Пойдут люди, вместо того, чтобы выращивать у себя, купят подешевку. Сейчас так и получается. Некоторые выращивают, а некоторые предпочитают купить. Но некоторые выращивают ради того, чтобы позаниматься физическим трудом, а не ради продукции. Потому что на нее потратят больше денег, чем стоило бы купить эту овощу. Вот это пример того, что значит правильная формулировка. То есть надо отрицательное и брать как отрицательное. И если вы хотите это сохранить, в том смысле, что из истории, чтобы это не выпало, это и есть урок. Газовые камеры вы не выкинете из истории никак. Но вы должны их поставить соответствующим знаком. Что урок состоит в том, что те, кто газовые камеры строит, или кто их пропагандирует как предмет культуры, враги человечества. И это было зафиксировано кем? Нюрнерским трибуналом. Правильно? От имени кого? Там что, только соц. страны были? Или только капиталистические страны? Это те, кто боролись с фашизмом. Пускай это было давно. Или Аес Иванов написал книгу об этом, он совсем по-другому считает. Ну, плюньте на это, Иванова. Нюрнерский трибунал – это историческое событие. Событие, которое представляет собой завершающий этап унисвежения фашизма как фашизма вообще. В этом смысле фашизм уже так не поднимется никогда. Не значит, что нет его проявления. Есть его проявления, в том числе у самих же американцев, но это уже нисходящая вещь. Потому что он осужден теми странами, которые всеми, и социалистическими, и империалистическими странами. Почему империалистическими? Потому что как хорошо стало в Германии от того, что она вела фашистскую политику. Она же потеряла статус великой мировой державы, империалистической. Потеряла. Она потеряла 9 миллионов человек. Она потеряла экономическую мощь в значительной мере. Она потеряла авторитет. Как вот жить с чувством, что твои предки фашисты? Вот наши предки не фашисты, а их предки фашисты. Поэтому у нас, вот когда приезжают из Германии, начинают нас учить демократии, я всегда вот в таких случаях говорю, что да, у вас хорошая демократия. А у нас демократия слабенькая. Потому что мы ни перчатки из человеческой кожи не шили, ни абажуры из человеческой кожи не делали, а уж газовых камер тем более не строили. Откуда у нас демократия? Как они сразу затихают, спокойные такие. Учителя. Точно так же, как американцы приезжают нас учить демократии, у которых рабовладение было. Конечно, говорю, у вас демократия. У какая? Она у вас на основе рабовладения, как в Риме, как в Древней Греции. А у нас чего? У нас демократия идет от крепостничества. У нас буржуазная революция поздно была. Значит, когда мы говорим о культуре, мы имеем дело с накопленным опытом человечества. Этот опыт может быть выражен в вещах, в технологиях, да, материальных и духовных. Это и средства. Это прежде всего средства производства. Правда? Потому что решающим для существования человечества является средство производства. И вот, обратите внимание, когда какую-нибудь древнюю историю мы изучаем, то мы показываем черепки, показываем, значит, орудия труда. А современные вот орудия вам кто-нибудь показывает, товарищи историки? Вы были на современном заводе? Нет. Какое-то, интересно, так у нас получается. Ну, они, это что, перестали средства производства быть вообще основой производительных сил? Нет. Ну и что? Ну вот, даже мы можем посмотреть военную технику, даже современную. Пойдем в музей вот сюда, в Петропавловской крепости, там музей обороны, артиллерийский музей. И там можно посмотреть технику современную. А я хочу посмотреть современные станки. И где? Идите, смотрите кино. Ну, кино, кино, кино. Кино это я могу сделать, как вы знаете, так, что эта техника работает только на момент постановки кино. То есть, как-то это утрачивается, это понимание. А принцип-то остается, надо же понимать, что прежде всего материальная культура. А из материальной культуры, конечно, не жилье. И не просто здания и сооружения, а прежде всего средства производства. И вот это у нас знания отсутствует. Причем отсутствует не то, что вот у вас отсутствует, а у меня присутствует. Ну, я на многих предприятиях был и многократно. Но я был на предприятиях многократно в советское время. Сейчас сама возможность посещения предприятий какая-то проблематичная. Предприятия, как вот мы попадали на предприятия. Во-первых, мы, как преподаватели общественных наук, должны были читать лекции. Я читал в год 500 лекций на предприятиях Ленинграда. Примерно 500. На самых разных предприятиях. И на таких, и на таких, и на таких, и на красном треугольнике, и на Балтийском заводе постоянно, и на Кировском заводе. То есть я там был в цехах, разговаривал с рабочими, с мастерами. Меня приглашали, когда там была забастовка. Выступите, пожалуйста, поговорите. И так далее. А вот сейчас как вы себе представляете? Вот как я попаду в это, прочитать лекцию? Интересную, допустим, нужную, желательно. На какой-нибудь завод. Профсоюзные организации, как они? В состоянии заказать пропуск? Как-то сами профсоюзные организации никого не приглашают. Никакое обучение никакого не делают. Никакого просвещения не видят. Даже по тем же самым вопросам. Вот вопрос национальный же, интересный вопрос, важный. С удовольствием бы люди послушали. Как туда попадешь? Никак не попадешь. К руководству пойдете? Которое руководство? Оно трехэтажное. Там где-то далеко-далеко в офшорах сидят хозяева. Здесь сидят люди, которые подчиняются этим хозяевам. Мы, говорит, ничего не решаем. Нам что скажут, то будем делать. Вы кто такие? Горшки, а еще ниже сидят мини-джеры, которые боятся, которые имеют такую большую зарплату, что очень сильно боятся, что ее потеряют. Потому что, а кого и больше, они нигде не получат. А тут вы придете, не то скажете, и вот уберут. Скажут, кто это там пустил? И все. И как-то в современных условиях непонятно вообще, как можно это изучать. Материальную культуру. Горшки-черепки – это если то, что выбросят с завода, выкинут какие-то... Вот я вам картинку сейчас нарисую. Был Сестрорецкий оружейный завод. При Петре создан. Это история. Находится он, естественно, в Сестрорецке. Там рядом с заводом, даже вот так, пушки петровские стоят. Такой комплекс сделал небольшой. И рядом памятник директору и генеральному конструктору трехлинейной. Директору завода и генеральному конструктору завода, который создал винтовку Мосина. Это трехлинейная винтовка. По известности такая же, как автомат Калашникова, только до него. Самым известным видом вооружения была трехлинейная винтовка. Кудык стреляет всегда и везде. В воде ее окунули, в грязь, в болоте. Оно все равно стреляет. У меня там есть 10-48-х в Сестрорецке. Газовщики проводили там трассу и проводили на каждый участок газ. Не так, чтобы этот газ был, а так, чтобы там возможность была подключить за большие деньги. И вот вывернули землю, и я приезжаю, когда там валяются три обоймы этих самых патронов от трехлинейной винтовки. А вообще хранение оружия, это в том числе боеприпасов, в том числе патронов, это до двух лет. Ну, мы проверили сначала, они хоть как, в каком действии-то. Выточили порох, на лопату положили, горит. Сколько лежит? То ли с нашей войны, то ли с Первой мировой, не знаю. Может быть, с Первой мировой, потому что в нашу уже не выпускали с того времени. То есть ему сто лет, наверное, этому пороху горит. Финны делают такой же порох, но он у них после такого лежания не горит, она же горит. Ну и какова судьба этой самой нашей вот этого оружия нашего завода? Стал он в войну, он был перемещен в Новосибирск. Ну и как всегда делали, здесь продолжалось производство, и там уже было производство в Новосибирске. А потом Новосибирске оставили и сюда вернули. В войну выпускали пулеметы, автоматы, и там, соответственно, улицы называются, улица Токарева, в соответствии с фамилией конструктор и других. Потом вдруг гражданка, наша губернатор, Валентина Ивановна, продала этот завод американцу. что сделал американец? Завёз туда, немножко, немножко сначала поработал этот завод, а потом он завёз туда прямо на футбольное поле, через которое прошли, наверное, все сестреличане, поколение. Завёз туда мусор, и этим мусором засыпали ворота. И всё. Завода нет. Сначала была легенда, что его куда-то переведут, конную лахту. легенда была для того, чтобы людей отвадить от этого, чтобы они забыли. Нету известного предприятия СИЗ, Сестрорецкий инструментальный завод. Вот он в таком виде уже погиб. И все знали, что инструмент СИЗМ работает как часы. А из Китая приводимый одноразовый. Пока. Но в Китае налаживают и делают всё лучше, а у нас хорошее делают всё хуже. Поэтому то, что я сказал, не критика китайцев, а самокритика. Потому что наладят в Китае, будут лучше делать и так далее. Народ трудолюбивый. А тут прямо у нас тоже трудолюбивый, но уничтожают готовое хорошее предприятие. Уничтожили, его нету. То есть, пожалуйста, можете пойти посмотреть ордена, медали и корпуса. Ничего нет. Ну и, скажем, другие заводы. Станкостроительный завод Ильдич. Я там лекции читал. И вдруг, ну нету этого завода. Пропал. Около Гренадирского моста. Нет, не около Гренадирского. Перед этим мост еще ближе к Черной речке. Значит, на Белоостровской улице смотрю, здание на нем с золотыми буквами вот такими написано. Ильдич, думаю, ничего себе, может, завод возродили. Нет, бизнес-центр. Бумаги пишут. Так, еще был, еще недавно был завод неуничтоженный имени Свердлова на экспорт станки на набережной Свердлова. Как думаете, где этот завод? Нету этого завода. Нету. Из Китая возим станки. Пока не лучше. Ну, у нас вообще нету. Станкостроение мы почти уничтожили. У нас тоже сейчас восстанавливается. Есть такая организация Стан. Вот она восстанавливается. Но познакомиться с этим Станом, где-то там он в середине России, где-то есть. И мало пока. Мало настолько, что он никак не может снабдить Россию, поэтому, если не Китай, у нас бы производство остановилось вообще. Вот в каком положении находятся средства производства в современной России. Ну, так вот, и как это все? Я был на этом заводе Свердлова, там был конкурс станочников. А нету завода Свердлова, некуда и ходить. Приглашал меня генеральный директор. Нету того и генерального директора. Нет, потому что завода нет. Все. То есть, как вот вы можете увидеть, историки, какое у нас современное производство. Вы можете даже для интереса попытаться организовать какой-нибудь поход на современное производство. А какое современное, которое работает? Ну, есть, конечно, у нас работает военное производство, современное, которое делает системой С-400. Есть. Там по другой причине можете туда не попасть. короче говоря, короче говоря, с ознакомлением дело худо. Короче говоря, вот первый же элемент, мы сразу споткнулись. Культура-то такая, ну, какое сейчас производство, какое надо производство развивать, как его поднимать? Это раз. Второе. Второй элемент производительных сил это человек. У нас ПТУ развивали и порезали. или вот у нас был завод ВТУЗ при металлическом заводе имени 22-го арсиета. Для чего? Ну, вечером рабочие могут пойти и учиться высшее образование получать. Прямо на своем заводе. Известный завод, хороший. И где он сейчас? Его присоединили к политехническому университету. С какой целью? С целью уничтожения. Нету завода ВТУЗа? Нету. Ну, и у нас нет и вечерних отделений. У нас есть историки вечерних? Нету. А философы? А нечего вечером философствовать? Днем надо философствовать, если деньги есть. Или если попали. Идем дальше. Значит, наши музеи и прочие объекты материальной культуры. Вот у нас под носом находится бывший консткамера тоже под носом, но и под носом бывший военно-морской музей. Вы историю его знаете? Военно-морской музей. Рядом носы кораблей. Как называется это? Растры. Растральные? Растральные. Растральная колонна. Самое место было музею. Валентина Ивановна Дорогая придумала, что раз у нас площадь не будет площадь Пушкина, Пушкин, видимо, революционер, он написал письмо декабристам во глубине сибирских руд, письмо Пушкина Шахтером. Храните гордое терпение. И вот она задумывала, что надо здесь сделать раз биржевая площадь, а уже не пушкинская, и сделать здесь биржу. Причем задумывала сама, а с биржи не посоветовалась. А биржа у нас на 26-й линии. Видели там такое большое здание, многоэтажное? Им вот так его хватает. И там все современные системы связи подведены. Оно не нужно этой бирже. Зачем им это здание и биржи, когда у них есть современное здание приспособленное? Нет. Сделали, вот давайте будем делать биржу. И что? Для этого надо выкинуть отсюда военно-морской музей. Куда его выкинуть? На Крюков канал. Там что было? Матросский клуб. Матросский клуб. Такое невзрачное здание, но для Матросского клуба как раз подходящее. На канале Крюковом, а не на Неве, на развилке здесь. Значит, выкинули за один миллиард, за два миллиарда. Один миллиард украли по дороге. Того, кто украл, посадили. Насчет миллиарда не видно, что вернули. А если вы зайдете в Анфас, вы, наверное, понимаете, что если там никто этим не занимается зданием, что с ним происходит? Разрушаются. И вот там с зеленой сеткой этого урока вот он затянута. Культурные люди затянули сеткой, и можно не ремонтировать. А что нужно? Нужно его использовать. Думали, думали, к чему приспособились. И вот какой-то геральдик у вас какая-то. Геральдика есть, вот геральдик, может быть, сделает, будут там знамена, значки и что-то прочее. Люди приедут, не флот посмотрят, а туда кто-то добираться будет до площади труда. А здесь все время ходят пешком с Невского. Вот здесь будет какая-то геральдика, то есть даже не самый интересный будет уголок Эрмитажа. Ну, по плану. Вот, это вот объект культуры. Это тоже материальный объект. Что еще у нас? Картины. Ну, картины их показывают, да, хорошо. Но у нас много в запускниках. Наверное, можно было бы их показывать и шире. Наверное, в Эрмитаже гораздо больше. Даже до Сирии довезли картины, а до заводов довезли. Были передвижники, а у нас сейчас техники нет передвинуть картины, которые в запускниках и куда-нибудь народу показать. Нет такого, нельзя. Да нам легче передвинуть другую страну. Правильно? И деньги выделят больше на это. А тут какие деньги выделят? С них не украдешь. Что у нас еще? Объекты какие? Материальные культуры. И здания это объект культуры. Да, мы должны много уроков извлечь. Если 9 миллиардов планировали потратить, а в итоге 40 потратили миллиардов. Это большой урок. Что если вы связались с строителями, вас все равно обманут. Вот Владимир Владимирович связался со строителями и хотел сделать аэродром восточный космодром. Ну и что делать? Даже то здание, из которого президент должен был смотреть, как запускаются наши корабли, они его умудрились не построить. И когда первый запуск был, завели его в траншею, чтобы он оттуда там, так сказать, глядел, из этой траншеи, как летает наша ракета. Торжественный момент из траншеи посмотреть. Еще раз убедиться, что товарищ Рогозин завел там 20 с лишним уголовных дел по невыплате зарплаты, миллионы не выплатили. Ну а миллиарды, естественно, ушли оттуда. Вот какие-то банки нагибают, чтобы они были гарантами, чтобы их обратно отнять и так далее. Ну вот видно, что у нас туго с культурой получается. Значит, к области культуры относятся музеи. Жируют наши музеи, как там зарплаты? Ну, в последнее время лучше стало в каком-то смысле. То есть совсем раньше не платили, а сейчас что-то платят. А сколько скрывают? Я не знаю, я бы просто удовольствием почитал, сколько им платят. Никто не сообщает. Легче сообщить, сколько в Роснефти платят, чем сколько в каком музее. Молчат. Наверное, очень много, чтобы люди не бросились туда, в музей, и не сообщают. А то вы пленете на все и убежите в какой-нибудь ближайший музей. Театры. Филармонии. Ну, наверное, вы знаете, вот наш Мариинский театр. Были там, там цены все время растут, и уже они доросли до таких величин, что вообще студентам ну, как бы, можете, конечно, туда пойти, только не очень я понимаю, как вы достанете столько денег, что бы кого-нибудь зарезать надо, чтобы пойти в театр. Сидеть на последнем. Ну, и сколько там стоит на последнем точке? Сколько? 900. 900? Хорошо. 900, уже хорошо. 900. Один раз сходить, и уже больше половины стипендии готовы. Хорошо. А было там такое правило, скажем, в филармонии было такое правило, дешевые билеты продают и свободные места занимайте. Удерживается там такое правило? Не знаю. Дело в том, что разная публика приходит, богатые, жующие, понаделали везде, значит, с буфетов, в которых продаются вино. Ну, и люди приходят, не столько культура, к культуре приобщиться, сколько себя показать. И хорошо вечер провести. Были в Санкт-Петербурге, заходили в театр. А театр, если вы смотрите программу, там написано такой круг, такой круг. Это все, кто помогает Мариинскому театру. Наверное, если бы не помощь, рухнул бы этот Мариинский театр. Все ему помогают. В государственной же учреждении. Ну, поддерживается, в общем, у нас учреждение культуры. Нельзя сказать, что они не поддерживаются. Поддерживаются. В той или иной мере. Теперь, когда мы говорим о культуре, в духовном смысле наука входит сюда? Опыт какой? Опыт вообще говорит о том, что вот самостоятельной должна быть Академия Наук, а не под пятой чиновников. Правильно? При царе она самостоятельная была или нет? Ну, кто? Назначали президента или избирали? Избирали. А сейчас что сделали? Институты, которые были в Академии, они Академии принадлежали? Или наоборот, Академия была лишена институтов, а просто была клубом таким, который разговаривает, разговаривает, а если нужно что-то напечатать, то надо пойти к замминистра финансов, попросить у него лицо бумаги. Как сейчас. Вы в курсе дела, что один замминистра сейчас возглавляет ФАНО. ФАНО. Не путайте с ФАНО и трубой, это другой смысл. Есть федеральное агентство научных организаций, все академические институты оторваны от Академии и поставлены в подчинение этому ФАНО, который возглавляет вот этот человек, который к науке не имеет, он, наверное, очень хороший, я допускаю, никакого отношения к науке не имеет, тем более к перспективам ее развития. И он определяет, что кому делать. С ним надо все согласовывать. А Академия наук, так сказать, вы можете разговаривать о чем хотите. Вот вы сейчас тоже можете считать себя академиками. Вот вы знаете 100 определений фашизма. И считайте себя специалистом по фашизму и нет никаких проблем. Поскольку это ни во что не выливается, институты никакого поручения Академия не имеют, она не выполняет. А вот при Лене она делала план ГЛРО, Академия наук. Ну и что сейчас план трудно было бы сделать Академию развития России на 15 лет или 20 лет. Ну это без науки это нельзя же сделать. Нет, это науку оставили в стороне. И вы знаете, что там зарплаты такие в науке, что наука наша разъезжается во многом за границу. Не потому, что она не любит собственную страну, а потому, что товарищам надо кормить семью. А много ты прокормишь. Вот когда у нас началась эта дребедень в 90-х годах, поскольку я вот был в это время все время в университете, нас, профессоров, перевели на такой, значит, мы получали 2000 рублей. А старшие научные сотрудники, то есть научный сектор наш, они в математике, механике, ни физики, ни химии, они получали в 10 раз меньше, 200 рублей. И вот мой товарищ с моего курса, Скитович, кандидат в физмат-науку, пошел в ларек работать, ну, чтобы прокормиться как-то. Он уже умер, потому что он надорвал свое здоровье, избили его как-то ночью. То есть, в каком состоянии наука, вперед она двинулась, она в отношении добычи знаний, все равно наука идет вперед. Науку нельзя остановить, невозможно. Такого не может быть, что, вот, дескать, не выделить деньги на науку, она остановится. Он, и был такой варист Галуа, математик, которого приговорили к смертной казни, и он ночью перед казнью несколько теорем доказал, и на весь мир теперь и навсегда обессмертил свое имя. А другие всю жизнь проживут и ничего не докажут. Так что, по-разному бывает. Ну, во всяком случае, такая ситуация, что, вроде бы, Академия наук теперь может делать государственные прогнозы. А какие прогнозы? Если мы катимся вниз, какой прогноз? Прогноз. Что скатимся и упадем. Правильно? Но если катимся, то и скатимся. Прогноз на доли план. Прогноз вот такой, из этого прогноза следует, что надо по-другому делать, тогда вот ехать вот так. А если вы прогнозами только занимаетесь, ну, давайте я спрогнозирую. Знаете, какой у меня прогноз на экзамены ваши? Два, три. Ну, прогнозы я могу делать? Я вот привлек товарища, говорит, он знает, у них народа много, миллиард, триста восемьдесят миллионов. Мы с ним посоветовались, решили, нет, чем, вот я, говорит, по себе чувствую. А как я вас ему могу не доверять? Ну, что такое прогнозы? Разве дело прогнозы? Вот, скажем, известно, что такие были гарвардские барометры и делали прогнозы перед кризисом двадцать девятого, тридцатого, что вот дальше мировая экономика капиталистическая будет развиваться вот так, 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 она раз и в двадцать девятом году грохнула вниз. И выливали молоко, и сжигали зерно, и было общее падение, кошмар. То есть, прогнозирование это дело пустое. Потому что, если вы хотите, чтобы что-то в жизни поменялось, надо не прогнозировать, куда нас привезет, кривая, куда вывезет, а испрямлять, выпрямлять эту кривую и направлять в течение событий. Вот, академия наук, для этого существует, для этого и существует наука, которая заглядывает вперед, и не просто заглядывает вперед, а говорит, что надо делать для изменения ситуации. Вот нашли сейчас бактерии, которые едят эту самую пластмассу, которую засорили весь мировой океан. Ну так давайте, так сказать, это делайте, внедряйте. Ну для этого надо иметь план, а если они нашли, и так они сидят с этими пробирками, и они нашли, а эти пробирки никто никуда не приспособил. Надо же это пускать в производство. или там, ну что трудно переналадить, чтобы бумажные делать, тарелки, а не пластмассы, потому что бумажные тарелки живут два месяца, ну месяц, ну пусть полгода, а потом это древесина, ничего не будет, грибы вырастут, а эти сколько живут, мы все, вот она, вот он, выглядят в будущее. 200 лет полиэтиленовой вишки, полиэтиленовую посуду, возьмете ложечку, сейчас пойдете в буфет, вот она, эта ложечка останется, она с вами не будет, меня не будет, черт с ним, вас не будет, а вы еще и вас не будет. Хотите заглянуть в будущее, перейдите в пластмассовую посуду, это вот прямо ваше письмо в будущее, вы пишите там, я такой-то, ел из такой-то тарелки, оставляйте, через 200 лет прочтут. И все это знают, Франция уже, капиталистическая Франция, сказала, все, запрещаем пластмассовую посуду, бумажную делаем. Ну у нас как, ни в чем не бывало, потому что это надо переналаживать, а это надо организовывать, это надо соображать, это надо государство руководить, а государство делает прогноз, а какой прогноз? Ну чем больше бумаги, тем больше, чем больше пластмассы, тем больше помойки, чем больше помоек, тем больше гони. Какой прогноз? что тут не сделать прогноз так для культуры развитие культуры образование надо повышать или понижать даже не знаю что может может это мы темные люди с вами какие-то мы какой-то может у нас какой-то нерациональный такой взгляд если что для роста культуры нужно судя по тому как сейчас делается вам зачем отрезали один год зачем чем плохие специалисты кто-нибудь доказывал допустим говорить выступил и сказал это ужас готовить специалистов вот я специальность вот товарищ мы вместе учились тоже специалист он где хочет может преподавать никакие сержанты мы выходим младший лейтенант я уже разложился до капитана а у вас звание какое рядовой мирно вот это что такое специалитет а вот товарищ сколько звание какой старший старлей старлей ну все отобрали у народа молодого ну что это такое у вас тоже звание есть никакого народа освободить армии китай не ведь отношения потеряли бдительность а мы имеем отношение красной армии так это нормально но как этот развитие культуры или что что даже понимать историки движение в культурном отношении вперед или назад вот самое главное понять вперед или назад если прогноз то конечно назад половина закрыли за три года то можно за вторые три года еще половина закрыть а потом хорошее дело если вот сделать бакалавриат это что значит это вот вы все о себе думаете она а подумайте о преподавателях спрашивается если теперь не пять лет учат от 4 сколько надо уволить преподавателей я не спрашиваю они хорошие или плохие зачем спрашивать какая разница важно деньги на этом сэкономить 1 5 20 процентов преподавателей уволить надо правильно причем с каких каких преподавателей которые читают спецкурсы на пятом курсе на четвертом пятом курсе читали спецкурсы там три человека ходила 5 на спецкурс вот уже специально вы как специализировались и вам уже углубленно это же самое рассматривать а сейчас мы как бы общей толпой но в принципе можно и дальше пойти у нас есть и больше аудитории давайте я буду считать лекции вот в актовом зале и все весь университет будет сидеть зачем у нас только преподавателей один программы единое все дольше и дальше можно пойти у нас уже лаборантов с кафедры убрали вот некоторые наивные студенты сначала я тоже как наивный студент прихожу и дергаю дверь а чё дергать то нет лаборантки дверь закрыта кафедра закрыта у меня есть ключ конечно с кафедры но это там не записывайте просто вы приходите встретиться с преподавателем куда выходили на кафедру у вас еще есть лаборанты на на кафедре в институте истории значит вы отстаете а в чем вы отстаете в падении мы быстрее падаем чем вы отсталые вы то есть когда мы рассматриваем эту сферу мы должны это все учитывать теперь скажем если мы берем аналитически будем смотреть то же самое телевидение там сколько там программа развивает людей а сколько программ которые не способствуют развитию ну так это тоже вопрос культуры а потом говорим откуда так и вот люди но какие люди люди они же формируются правда или вот я скажу откуда вас такие определения ну и я вы увидите я из учебников от ваших беру ваши учебники ваша страна что вы меня поняли я же не китайский беру учебники ваши русские вы еще неправильно от меня отбивайтесь приезжайте к нам в китай у нас вот такие учебники значит что мы получили получили что культура это накопленный опыт человечества материальные духовные все все то что вот тут мне говорили что это вот одно из определений было что это вторая культура вторая природа я вас уже спрашивал у нас под еще это что сделано это что еще сделано сиденье сегодня потолок это все предметы природы но какие а человечная природа а человечная природа и это свидетельство развития культуры культуры до чего дошла что деревья в виде стульев у нас есть и столов а хлопок в виде рубашки на вас как природа продвинулась но не сама мы и помогали мы что же часть природы природа входит человек входит вот мы этим пользуясь тем что мы входим в природу все натягиваем на себя перетягиваем к себе вот уже в чем состоит культура вот не учли что все равно отломать студенты есть такие есть такие столы вот на журналистике там чувствуется там более продвинутые в области культуры товарищей там не сломаешь там вот не такой а в четыре раза толще этот трубка и тяжелые такие столы передвинуть можно и даже передвинуть тяжело и они как чисто стоят но стулья там такие что ноги подгибают очень здорово это все элементы культуры теперь скажите пожалуйста вот архитектура это же важный элемент культуры правда причем из искусств считается что самое высокое искусство архитектура почему потому что на всякое другое искусство вы смотрите когда куда-то придете а что касается этого предмета искусство она как бы все время нас окружает мы под ее влиянием находимся постоянно ну какие творения за время буржуазные созданы архитектурный ну создано же еще чего лахта центр до 2 восстановление восстановление храма восстановление да как я там восстановление то она из бетона сделано он и был это тут ничего тут это просто восстановление как бы а что-нибудь свое то сделали но вы наверное если пройдете под по санкт-петербургу вы сразу заметите что когда нас тут наступило буржуазное время они феодальные то целью что сдала увеличение прибыли а скажем для тех же феодалов конечно деньги были средствам удовлетворить своей духовной в том числе потребности правильно и соображение красоты многое делать красивые здания и сооружения очень красивые заготовленный составляет свет петербурга ну а в буржуазное время хоть что буржуазное время старое хоть новое буржуазное время особенно великих не построена и вряд ли будет пасту уставов у всех абсолютно получение прибыли но если получение прибыли значит красиво меня нужно сделать или денег больше предметов строительство извлечь но деньги извлекают вот вроде бы красивость сохранили так вот неплохо сделали стадион в конечном итоге да но так делали чтобы при этом изменить вместо 9 миллиардов 40 то есть 30 миллиардов оттянули то есть это красота как форма извлечения прибыли у вас как эта мысль там время закончилось действительно удивительно надо закончить туда спасибо все хорошего до свидания спасибо 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 как Продолжение следует...